всем привет дорогие друзья добро пожаловать на наш мукбанк канал сегодня мы на кулинарном канале готовили вот такое замечательное блюдо салат из баклажанов с помидорами огурцами йогуртом в общем должно быть вкусно давай пробовать также у нас на столе кадича по-корейски шпинат по-корейски ну и жаркое жаркое на кулинарном канале мы не готовили но ссылочки на рецепт кадича и шпината мы вам оставим и вот этого салата из баклажанов мы вам оставим внизу в описании под этим видео переходите на наш основной кулинарный канал готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами всем желаем приятного аппетита у нас вот такие шикарные виды там банановые плантации мы дома на балконе снимаем для вас мукбанк жареные баклажанчики это уже вкусно ну да плюс они заправлены заправочкой куча зеленушки у нас все на столе маслины перчики жаркая острющий я пришел этим перченым пальцем глаз потерт потом щипал очень вкусно но баклажаны сочетание с помидорами в принципе уже вкусно а тут еще чесночок насертый огурчик пикантно свежо вкусно вкусно салатик ой как вкусно листья салата здесь такие при том что вот это вот кочерыжка сладкая сладкая но в смысле она вообще не вне горькая нисколько очень вкусно турция страна мечты для любителей баклажанов и вообще для вегетарианцев до ну да зелени полно дешево главное как вкусно за счет йогурта небольшая кислинка присутствуют очень вкусно просто быстро вкусно стильно молодежно в принципе за салат как самостоятельное блюдо очень неплохо да просто хлеб салат больше ничего не надо мне кажется ну да но поскольку мы в турции уже наготовили всего остального тем более что все остальное мы тоже кушать любим поэтому тут еще зелень кинзушки вчера набрали много кинзы и вообще зелени много набрали на рынке как вспомнишь но на ширина глядешь во первых ни хрена нету а там где есть такие ценники такую же кинзу покупали по 1000 рублей или по сколько они подают у них раньше 600 рублей было сейчас она подорожала 600 рублей килограмм кинзы но она у них хотя бы в приличном состоянии потому что в магазинах зачастую а там уже черная какая-то лежит ну да как я работал на заездке приезжая утром мне рассказывают ночью сломалась машина проезжающая и наш коллега не ночью вечером накануне не успел уехать домой ну еще собирался не уехал и машина сломалась прям по-серьезному там двигатель перебирали там сидела и он с ними короче занимался всю ночь туда и сюда бегал перебрать двигатель знаете на запчасти нужны расточить надо что-то то и сего там история прям в географии ну прям все это всю ночь так сказать приложил в свои руки а они ему денежка заплатили и плюс еще так сказать знак благодарности огромный пучок кинзы просто огроменный просто а та смена то были только один человек кушает кинзу ну сколько-то съел маленький пучочек домой взял с собой уезжаем мы приехали на работу и обалдели полный холодильник кинзы а мы получилось что наша смена все любят ее мы прямо отрывались капитально мы ее там чуть не всю съели а смена заправки она же не только из сотрудников там кто заправляет у нас там смена еще была трудовец в продуктовом магазине плюс эти охрана полицейские у нас с нами были вместе то есть там много человек на момент выхода видео суббота какое число 19 вроде по-моему не было тоже именинников на двадцатая вот есть на 90 вопрос есть маргарита цогла привет вам огромный доброго дня кто-то уже задавал этот вопрос но вы не ответили он ольге был адресован почему вы не наряжаетесь блузки платья и так далее или это просто скрыто от наших глаз и вообще для вас наряд и что вообще для вас нарядная одежда для меня нарядная одежда это строгий классический костюм брюки черные рубашечка с каким-нибудь таким воротником красивым ну собственно так как я ходила на концерт тань буланова пиджак строгий для меня это есть нарядная одежда почему я не наряжаюсь в нарядную одежду потому что мне так удобно потому что я немножко наверное мне вот нравится менталитет западных наших как сказать коллег или коллег ну не коллег жителей запада да что вот мне так удобно я так хожу понимаете это у нас в постсоветском пространстве чтобы выйти в магазин надо нафуфыриться каблучки одеть иголочки одеться накраситься там же нет там не заморачиваются вот мне удобно в этих шортах они хэбэшные хорошо да они в этих в этих шортах пойдут торговый центр и так далее ну вот я немножко такого же мнения из склада ума что от того что я нафуфырюсь мне от этого не холоднее жарко не легче жить становится понимаете если мне это не мешает например комфортно жить и решать свои задачи то зачем мне лишние какие-то хлопоты мне так удобно я так хожу мне кажется что еще некоторые себя более уверенно чувствуют такому более нарядной какой-то одежде а я себя уверенно чувствую в менее нарядной одежде поэтому одевают каблуки там на пляж например каблуки вообще зачем я отвечала уже на этот вопрос просто видела много может люди не увидели я люблю спортивную одежду я залезла в одни и те же свои мартенцы ботинки что нужно перчик и из них не выложу мне в них удобно понимаете то что там мартенцы их нельзя назвать такими официальными ботинками да какими там но они за счет своей подошвы очень удобные и шиты хорошо да комфортно у них тебе да ну и стоят они правда не дешево но но она стоит да Оля столько лет не ходит и тут вот еще походит потому что предыдущие маркинцы он носил много лет носил они еще живые да их можно продолжать носить просто эти красивенькие желтенького цвета то те были темно-синие по какой причине еще не наряжаешь то что в офис не ходит Оля но я когда работала в офисе я все равно ходила в брюках и у меня много-много разных рубашек было плечатые полосатые однотонные каких только не было сказать что я тогда прям расфуфыривалась так не могу ну я тут не понял а че у нас огурцов нет ну я все детям и дал а че новый не помыл забыл я вам более того скажу моему купальнику уже сколько лишь лет не знаю он почти ровесник Миши на год младше он на год младше Миши и он у меня один другие тоже были но мне удобнее всего вот в нем собственно поэтому я много лет из него и не вылажу постоянно ходит в магазин походит по выбирает по прикладывать нет тут неудобно и там неудобно и то и все и опять в своем купальнике что остается я даже могу купить купальник да но одевать если мне где-то в че-то неудобно не буду все равно ношу свой старенький которому уже 7 лет я вам более того скажу я купила себе джинсы давным-давно мне они так понравились они такие стрейч немножко тянутся и у них так комфортно вообще супер я пошла себе точно такие же джинсы еще купила про запас что когда эти протрутся я одену вторые помнишь короче я не за новинки и моду я за практичность и удобство ну да тебе напиток налить? чаек вот я уже так наелась чуть-чуть половинку бутылочки? спасибо Миша уже возмущался что ему не дали ввести а как-то это он стоит чай пожалуйста никто его не прячет как-то мимо него бегает везде утром пьет чай вечером кушать йогурт ему чай этот холодный чай не охота ой как это называется? по-турецки мы сидим, да? ага ой так ноги затекают узбеки также сидят а они по-узбекски сидят? или по-турецки тоже? а тоже есть такое слово-то? по-турецки сидят ой я наеду столько риса еще осталось доешь? очень вкусный салат салат вкусненький туда еще зеленушки покрошила прям добренько классно это ж какой-то вот родственник сатэ, да? ну на свой лад такой, да? более простой потому что сатэ это когда готовишь там потом слоями выкладываешь туда-сюда потом сок специально томатный протираешь ну все тебе больше телодвижения надо выполнять а здесь просто порезала обжарила и смешала как это самое многие говорят вот это сложно вот это так это все это там вот это долго ну ты делайте проще делайте как вам показалось проще там не жарьте лишние там минуту не мешайте делайте свой соус да? я считаю кулинария вообще в этом отношении самая как сказать лучшая наука если можно наукой назвать ее посмотрел ага бросает какой-то специи какие-то а я люблю другие брось свои и голова не должна болеть в этом смысле или там соль что-то много соли кладут сыпь сколько надо или мало добавь еще ложечку и все это же как сказать не не точный химический так сказать процесс что если вы чуть больше перцу бросите там что-то взорвется или не закипит там или что-то не произойдет а в том и красота это все дело что сам взял как художник я художник я так вижу вот любимая фраза да? взял намешал еще но тут еще от продуктов зависит я когда готовила я сразу сказала надо брать сладкий бакинский азербайджанский помидор но в нашем случае турецкий помидор турецкий розовый потому что иначе но вкус будет другой кислоты будет больше ой турецкий помидор но любой вкус большие маленькие черри на зажарку на подварку но куда только не продают так же баклажаны идешь две лиры а напротив большие маленькие худые толстые вытянутые потом и такие есть фиолетовые такие не темные а такого более светлого цвета с ряпушками такими дороже стоит чуть-чуть они тут в одном месте только встречали очень вкусно мы даже ни разу не готовили такие баклажаны да? с ряпушками фиолетовыми обалденный салат дай дай я должен все зеленушка видите улетает просто в лед ух не так салату да? как и зеленушка потому что мы на завтрак обязательно целую тарелку с зеленью на обед целую тарелку с зеленью на ужин мы не всегда да? потому что на ужин мы что-нибудь сладенькое бывает когда как? йогурт дети йогурт да очень вкусный обед сегодня был пойдем на море пойдем вот ну что ж друзья мы уже налопались очень было вкусно сытный вкусный маломясной обед как еще раз повторюсь зрители переживали как же я буду без мяса вот здесь буквально на огромную кастрюлю пол курицы я положила и здесь ну я не знаю сколько там мне один кусочек попался сейчас курица ну мне кусочком три попалась и кусочек этой кожуры с мясом тоже вот ну в общем чуть-чуть курицы огромное количество овощей все нам малояшкам больше ничего и не надо видите как зелень прям в лед вау просто тарелище с зеленью просто как быки да как корова слезала так мы и есть быки ну да ну что ж бык пойдем купаться пойдем купаться бычиха или как или коровка есть такие конфеты коровка на ней написано что с вами будет когда вы ее покушаете ну что друзья да будем заканчивать это видео если видео понравилось ставьте обязательно пальчики вверх подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы вам сообщали о наших новых видео и комментарий какой-нибудь хороший напишите или привет или вопрос нам очень приятно с вами общаться всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова пока 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 пока